всем привет добро пожаловать в новое видео сегодня у меня для вас люксовые фавориты года да не в январе я решила прислушаться к вам и сделать такой ролик чуточку раньше перед новогодними праздниками потому что во первых можно порадовать себя во вторых сейчас очень много выгодных предложений и в третьих можно попросить подарок у деда мороза конечно же бюджетные фавориты обязательно тоже будут но сегодня я решила показать все самое классное самое любимое самое достойное из люксового сегмента ну что поехали в этом ролике однозначно будет преобладать декоративная косметика но все же есть несколько суперских находок из категории ухода так как их гораздо меньше то давайте начнем именно с них не так давно у меня закончился мой базовый увлажняющий крем я решила не искать ничего нового я доверилась свои давние рекомендации и приобрела очередную баночку крема от клиник из линейки мой счет сроч у меня не интенс а именно классическая версия и это такой кайф когда спустя годы ты приобретаешь средства которые ты любила которые ты советовала открываешь начинаешь пользоваться и понимаешь что это просто идеальный вариант на любое время года и даже не побоюсь этого сказать для всех типов кожи разве что у вас экстремально сухая тогда можно обратить внимание на интенс или если у вас суровые морозы тогда да но мне этого хватает и зимой и летом это приятная гелевая текстура он без каких-либо отдушек он не забивает мне поры это хорошее увлажнение причем как на утро под макияж или просто на целый день так и на вечер если вы захотите добавить какую-то активную сыворотку он тоже с ней подружит я даже не знаю почему я на какое-то время перешла на что-то другое но я сейчас с огромным удовольствием использую его и это один из тех универсальных вариантов которые я могла бы посоветовать абсолютно каждому и для люкса здесь еще доступная цена я поняла что я бесконечно и бесповоротно влюблена в новинку этого года от бренда скин сьютиклс это эссенция форме миста из линейки фито корректив это не просто тоник это не просто удобная штука это сразу несколько в одном так сложилось что в этом году у меня была проблемная кожа были кислотные пилинги и чистки и вообще нужно было восстанавливать защитный барьер при этом увлажнять лицо но лишний раз к нему лучше было не прикасаться потому что я превращалась в помидор и вот такая форма нанесения это бомба к тому же ее можно наносить не только после умывания но и в течение дня и даже поверх макияжа она хорошо увлажняет это настолько приятно когда ты распыляешь ее и кожа сразу становится комфортно она быстро впитывается не оставляет после себя какой-то жирной пленки липкой но при этом кожа вот сразу совершенно другая также это эссенция хорошо восстанавливает защитный барьер быстро тоже это делает успокаивает ее и мне показалось что еще и все быстрее заживает если на лице есть какие-то несовершенства люблю и если вы хотите подобрать себе какой-то уход под потребности вашей кожи и вы готовы инвестировать то это тот бренд в который стоит какое-то время тому назад я проходила курс микротоков у своего косметолога и я была довольна этой процедурой я очень хотела поддерживать результат но к сожалению это очень затратно и финансово и также по времени которого у меня и так катастрофически никогда и ни на что не хватает и я нашла для себя выход я уже давно использую микротоки в домашних условиях и это удобно и главное эффективно причем как каждый день так и в длительной перспективе я использую микротоковый девайс bear от фарео в своей повседневной рутине то есть это то с чего реально начинается мой каждый день я действительно считаю что это очень стоящая инвестиция в ваш внешний вид и также в качество вашей кожи чего от него можно ожидать во первых это лимфодренаж то есть микротоки bear буквально в считанные минуты помогают убрать отеки с нашего лица это то что заметно сразу к сожалению я практически никогда не высыпаюсь и это отражается на моем лице в виде припухлости поэтому микротоки для меня это настоящее спасение к тому же практически во всех поездках я сильно отекаю особенно после перелетов это мое любимое именно поэтому я дозаказала себе еще фарео bear мини для того чтобы у меня всегда был под рукой даже тогда когда я в каком-то путешествии ну и конечно микротоки дают накопительный эффект при длительном регулярном использовании bear я заметила что в целом моя кожа стала более упругой овал более очерченный также подтянутый и все это происходит благодаря стимуляции выработки коллагена и эластина сейчас я довольна и качеством своей кожи и состоянием и также овалом лица и цена прибора равна стоимости курса процедуру косметолога которые нужно делать регулярно плюс bear их очень удобно поддерживать домашних условиях для меня выгода очевидная главное что эффекты не заставляют себя ждать в общем для меня это по-настоящему любимые девайсы моей повседневной уходовой рутине они радуют мой глаз но это же абсолютное милашество и также это проверенное качество они ни разу меня не подводили и я довольна результатами которые я от них получаю по моему я еще нигде не успела показать эту ночную сыворотку от бренда медикейт но я ее очень давно заказывала успела попробовать и она абсолютно заслуживает это место здесь это сыворотка с такой современной формой витамина а ретинальдегидом это что-то что мощнее по действию быстрее можно заметить результат но при этом меньше побочек чем от ретинола в виде покраснений и шелушений сыворотка имеет интересную консистенцию потому что она похожа на крем вот такая оранжевенькая быстро распределяется я даю ей поработать минут 20 потом еще поверх наношу какой-то увлажняющий восстанавливающий крем и утром после использования на ночь во-первых обязательно spf как отче наш а во-вторых как будто кто-то твое лицо разгладил утюгом и это после первых использований у меня здесь небольшая концентрация и она подойдет как для новичков так и для тех у кого чувствительная кожа как у меня если вы хотите что-то что действительно разгладит ваши морщинки что подсоберет поры на некоторых так как на меня ретинол действует еще как средство анти прыщ то есть у меня меньше высыпаний когда моем уходе есть ретинол но я тоже не борщу я использую эту сыворотку один максимум два раза в неделю и этого мне вполне достаточно кожа настолько вот натянутая гладкая сияющая и она еще и не шелушится она не просит о пощаде о помощи и при этом видны все эффекты витамина а супер мне очень нравится я заказывала эту сыворотку на майкоп юэй была рада увидеть этот бренд в их ассортименте у них объективно самый классный выбор при этом приятные цены на ароматы на уходовую косметику на декоративку у них быстрая доставка классный сервис прикольный инстаграм я на них давно подписана и также они расширяются у них сейчас очень много филиалов в разных других странах если вы ищете себе что-то на подарок или что-то присматриваете своим близким то заглядывайте к ним я уверена что вы там точно найдете идеальные средства для себя и конечно ссылки на все что я сегодня показываю буду ждать вас в инфобоксе сыворотка которая произвела на меня мощнейшее впечатление это ночная сыворотка от бренда скин с ютикал с резвератролом резвератрол это один из самых мощных и эффективных антиоксидантов и резвератрол в свое время был еще назван молекулой молодости дело в том что с годами все процессы в нашем организме замедляются это нормально но резвератрол заставляет клетки нашей кожи работать так скажем в молодом режиме то есть восстанавливаться вообще проводить все ремонтные работы быстрее и вовремя что крайне важно также под воздействием разных факторов у нас в нашем организме появляются свободные радикалы которые приводят к преждевременному старению кожи и вот иногда бывает так что кто-то ведет там нездоровый образ жизни или живет в таком климате когда ты очень много загораешь когда не защищаешься от солнца когда кто-то курит и так далее ну то есть это отражается на лице и на организме нашем вот и поэтому я всегда использую антиоксиданты это то что а дает накопительный эффект кожа дольше выглядит ухоженной и здоровой и б то что вот эта сыворотка конкретно она сразу очень хорошо питает кожу и восстанавливает то есть если были какие-то покраснения если я переборщила с каким-то ретинолом или была после очередного кислотного пилинга и после использования на ночь утром ты просыпаешься кожа такая мягенькая она такая увлажненная если я на ночь что-то там надавила то покраснения уходят если какие-то средства с кислотами с ретинолом использовала до этого за несколько дней то тоже все там подлатывают мой защитный барьер и здесь еще есть другие полезности для нашей кожи для меня это бомба дальше это уже не совсем уход это база под макияж от бренда bobby brown знаменитая витаминная база которая заменяет и праймер и какой-то увлажняющий крем для меня это все-таки больше именно основное средство для увлажнения то есть если я нанесла свой мощный уход утром ну разве что я пойду погулять с собакой там переделаю какие-то домашние дела и перед макияжем хочется еще дополнительно увлажнить кожу тогда да но я иногда использую даже вместо любой увлажнялки после умывания если я знаю что я буду краситься это уже средство слишком как мне кажется питательное на теплое время года но вот зимой осенью самое то особенно если вы ищете что-то вот не просто увлажняющее как они говорят это больше питание с увлажнением довольно интенсивная отдушка пахнет апельсином но база хорошо впитывается на нее действительно очень классно наносится любой крем так как у меня в холодное время кожа склонна к шелушениям то я люблю использовать такие средства под макияж ну и в целом если вы хотели попробовать то тоже могу вам советовать как-то у меня очередной подход к этому средству и сейчас я очень довольна самый дорогой и самый необычный тональный крем который я когда-либо использовала от бренда шанель из линейки или беж и несмотря на цену могу сказать что оправдана аналогов не знаю не вижу когда он закончится я куплю себе еще один точно такой же оттенок у меня medium и очень странно что он подходит не как сейчас так и тогда когда я была загорелой что в нем такого особенного во первых это сложно передать это нужно потрогать почувствовать на себе он как вода и в этой чуть-чуть гелеобразной воде есть гранулки тонального крема в комплекте с тоном продается кисть я ни разу я ее не пользовалась я просто размазывала это все руками и при том что ничего сверхъестественного казалось бы не происходит вот чудесным образом он выравнивает общий тон кожи и он смотрится так как будто ты совсем не накрашена из-за этого то не проваливается в морщинки он не подчеркивает поры он еще и держится даже тогда когда за окном жара и уже сейчас забегая наперед могу сказать что он точно будет в подборке на весну и лето но это самое-самое тонкое покрытие которое мне встречалось еще один люксовый тон этого года это luminous silk от armani это фирменный роскошный блеск это средняя такая тоже невесомая плотность покрытия то есть при том что он тонкий он уже неплохо перекрывает какие-то недостатки при этом он не ощущается на лице он как шелк вот он называется так и и неспроста мне нравятся цвета вот каждый может подобрать себе тот подтон который будет подходить ему и он простой в использовании его можно наносить как кистью так и пальцами и он тоже хорошо смотрится во время видеосъемки он прекрасно носится он хорошо подойдет для свадебных макияжей и даже если вам кажется что сияющий тональный крем это не для вас нет это не то сияние как жирный блеск это очень благородное здоровое свечение кожи еще больше мне нравился этот тон с увлажняющий базой из той же серии то есть luminous silk это увлажняющая база классическая то есть это что-то что не заменит вам крем но если у вас есть какие-то шелушинки если каждый такой стойкий тональный крем ощущается вызывают у вас дискомфорт если вы хотите покрытие полегче вы можете смешать эту базу с тоном я вообще пробовала по-разному и базу носила с другими тональными кремами и всегда это дополнительное увлажнение это безупречный дуэт и вот самое такое неприятное время для кожи это сейчас в моем случае и весна трагедия и тогда в игру всегда вступают какие-то базы под макияж мне очень подошло это люксовые консилеры давайте со свеженького я купила этот консилер сразу после старта продаж потому что я так много слышала о нем от блогера потом еще и польские блогеры вовсю начали трубить о нем это такое универсальное средство от lancome как сейчас модно из линейки tanidol по моему так она читается стойкий консилер корректор который можно носить и под глаза и для маскировки несовершенств и даже на все лицо он по-моему меньше чем похожее средство от бренда dior и здесь целых 13 миллилитров много вот такой jumbo аппликатор он очень удобный но он отличается от тарт то есть он не такой плотный он не такой перекрывающий как dior это для меня максимум среднее покрытие но вот то что он стойкий это факт у меня оттенок 110 то есть с легкой персиковинкой или желтинкой что-то в этом духе то есть он не совсем нейтральный я не могу сказать что этот цвет подойдет всем тут нужно проверять и хотя бы посмотреть сводчи в интернете он увлажняющий и при этом стойкий он хорошо держится и мне не нравится плотное покрытие особенно под глаза пусть у меня лучше будут просвечиваться синяки чем железобетонная штукатурка не могу я такое вынести даже если это смотрится красиво в кадре нет вот поэтому я предпочитаю вот такие легкие текстуры но при этом чтобы все держалось никуда не закатывалось я фиксирую его бюджетной пудрой и все хорошо держится мне он понравился ну и конечно мой любимчик это армании luminous silk здесь тоже вот такой прикольный аппликатор он уже более перекрывающий и он еще вот то что за что я люблю армании это игра со светом то есть здесь нет блесток но он так визуально отражает свет что как будто твои синяки менее заметно при том что они ненаглухо перекрыты вот понимаете как хотите но это легкая текстура он тоже не закатывается у меня работает со всеми моими любимыми пудрами я израсходовала две трети за этот год я думаю что это много о чем говорит чуть-чуть желтоватый оттенок но он светлый мне нужна еще и такая цветокоррекция под глазами чтобы на лице появилась свежесть и это тоже номер четыре я проходила несколько консультаций онлайн с брендом армании вот они помогали мне подбирать оттенки я уже потом здесь приобретала две люксовые пудры давайте начнем с тех которые у меня в большинстве это линейка dior backstage у меня два оттенка один такой темный который я использую в качестве бронзера и второй нейтральный светлый линейка backstage я до сих пор не могу смириться с тем что упаковка прозрачная такая пластиковая хотя справедливости ради она качественная хотя бы не трескается но все равно как-то для люкса хочется чтобы было более презентабельно но визажистам наверное удобно потому что легенькая сразу видно какой цвет что за продукт но я-то любитель косметики и хочется чтобы была какая-то роскошь проехали пудра мне нравится по своей текстуре я так понимаю что это как запеченное желе но это не совсем даже пудра то есть я не могу показать вам толковый сводч потому что ты ее набираешь и она настолько невесомая вот сейчас уже прямо натерла тут на палец чтобы хоть что-то было она не пылит она и как кремообразная но при этом не кремовая и когда ты наносишь ее на лицо ну все фиксируется ты видишь что есть какой-то вот шлейф такой да как здоровый блеск сохраняется при том что у меня все тональные какие-то увлажняющие там сияющие но вот этой запудренности на лице нет я сегодня с самого утра накрашена мне кажется что я просто сияю как самовар она не матирует это финишная пудра которая вот для сухой для возрастной кожи когда вы не хотите чтобы пудра была заметна или для того чтобы сделать как финальный штрих уже поверх вашего готового макияжа и заматированного в том числе то есть когда хочется все дорастушевать или совсем чуть-чуть припудрить чтобы ваш тон не уплыл в течение дня в случае сухой нормальной кожи и возрастной и от этих пудр у меня нет высыпания не забывают мне поры и так как у меня в этой области часто были высыпания в начале года я уже начала выискивать какие-то бронзеры которые предотвратят вот эти все проблемы с кожей и тогда как раз появилась эта линейка в продаже я взяла себе темный оттенок потому что мне показалось что он будет красивым в качестве бронзера я не ошиблась вот нейтрально у меня 2n оттенок это 4n ну и посмотрите вот так выглядит настоящая любовь потому что невозможно что-то затереть до дыр я вообще дико извиняюсь за состояние некоторых средств потому что я ими реально пользуюсь я там не сдуваю с них пылинки это иногда нанесение по-быстрому как-то в спешке или куда-то еду вечно с собой тяну поэтому продукты мне служат они я им это бронзер такого приятного оттенка ну вот наверное в камере он теплее чем жизни то есть он нейтральный я не могу сказать что он супер рыжий или серый это вот именно такой где-то посередине и вот ты набираешь на кисть кажется что на ней ничего нет потом переносишь нет но и легкая скульптура на лице появляется и теплый оттенок вот сегодня этот бронзер на мне мне кажется что выглядит очень естественно и опять же это такая powder no powder как они говорят то есть пудра но не пудра и говорят что это матовый финиш но нет это не матовый финиш если ваша душа требует чего-то необычного можете попробовать мне зашло как говорится ну и конечно пудра сейчас я вам ее покажу так выглядит рефил то есть тоже тут уже буквально концовка это luminous silk от armani в оттенке 3 если бы не консультанты я вот прогадала с оттенком я бы взяла себе еще и бронзер из линейки luminous silk вот потому что это очень очень крутые текстуры это пудра которая уже дает дополнительное покрытие это знаете зашлифовка вашего макияжа если вы где-то там напортачили с бронзером если вам нужно сгладить морщинки какие-то поры на лице зафиксировать макияж вот знаете приобретая всю линейку luminous silk это будет работать вот вся работа будет идти как по массу у вас то есть очень понятные шаги и роскошный эффект и это пудра вот она тоже как бы дает дополнительное покрытие но она растворяется в коже я не знаю как им удалось добиться этого и здесь уже упаковка конечно шик при этом здесь еще и кисточка этой кисточкой можно пользоваться это не просто вы знаете лишь бы было это очень удобная кисть для фиксации макияжа если вы не покупаете отдельно что-то а чуть не забыла сказать это пудра универсальная то есть она не прям только для сухой кожи это не неонют это пудра которая красиво будет выглядеть и на возрастной коже и на комбинированной и на сухой вот на каждой и она тоже немножечко матирует но при этом лицо сохраняет свой естественный вид румяна я люблю здоровый заметный румянец на лице и если текстура кожи позволяет а бывало по-разному то также предпочитаю свечение румяна от бренда bear minerals если у вас представлен этот бренд то гляньте если нет то не стоит за ними гоняться но мне нравится и текстура они продавливаются если сильно прям прижать здесь пальцем то текстура продавится и не стану этого делать минус в упаковке потому что она прорезиненная и отмыть ее спустя вот целый год использования но практически нереально они не пудровые и цвет кажется довольно ярким на лицо они наносятся очень прикольно и тоже сливаются с кожей как будто впитываются и остается только цвет и немножечко свечения но здесь нет блесток и не ощущается как еще один слой макияжа на щеках и цвет супер освежающий когда у меня были воспаления на лице но мне хотелось пользоваться румянами я выбирала что-то тоже такое легенькое по текстуре и цвет чтобы был стильным освежающим конечно же это румяна мак я вообще люблю румяна мак я должна признаться и этот цвет блаж бейби это линейка румян с которыми сложно переборщить даже если вы не умеете краситься то я думаю что с ними все будет хорошо и на брюнетках тоже очень эффектно выглядит и девочки если вы хотите купить себе одни румяна вот если вы давно со мной здесь на ютубе то вы знаете что это мой давний любимчик и в последнее время тоже достала его и думаю боже но это то что доктор прописал то что наверное навсегда будет у меня в косметичке пожалуйста не снимайте с производства дэнти это персиково-розовые румяна невестошные такие нежные и у моей мамы есть эти румяна она их уже очень сильно затерла и в камере не так красиво смотрится цвет как на самом деле вот сейчас я кручу и вижу что они чуть более яркие в жизни но при этом тоже можно легкой рукой их нанести и так красиво они освежают личика цвет такой вот идеально я уверена что на всех эти румяна будут смотреться безупречно но разве что вам не нравится никакое свечение на коже вы матовой команде тогда к сожалению нет но у меня маг дэнти навсегда в сердечке который год подряд чтобы я не покупала чтобы я не пробовала и снова откапываю есть прекрасно брови у меня очень много недорогих фаворитов для бровей но вот что касается самого подходящего мне цвета вот тут всегда загвоздка почему-то практически нигде нет светлых теней светлых карандашей не слишком серых вот мне нужно что-то с оливковым подтоном так как я пшеничная блондинка у меня такая конструкция на голове сегодня просто знаете помыла голову накрутила не понравилось уже у меня не было сил перемывать волосы еще раз поэтому короткие волосы закрутить в такое гнездо это знаете нужно иметь сверхспособность чтобы она не развалилась во время съемки в общем средства для бровей мне очень-очень нравится тени от мак в цвете флинг и у них вот есть маркер для бровей он темнее есть также карандаши для бровей супер для пшеничных блондинок если вам нравятся такие супер естественные брови но при этом чтобы можно было закрасить пробелы вот самый подходящий и здесь еще есть что-то типа как под бровь наверное какие-то тени но я их не использую мне нравятся два оттенка и для меня это замена анастасии beverly hills хотя они все-таки чуточку светлее но это самое-самое подходящее также мне очень понравился карандаш для бровей от bobby brown я крайне редко покупаю карандаши для губ или карандаши для бровей из люкс сегмента но тут цвет и сама вот эта текстура карандаша здесь также и щеточка которой все можно легко вычесать и пигментация то что надо он моментально прокрашивает какие-то пробелы он и мягкий и при этом он не залипает в бровях также не комкается не стирается пожалуй да придется мне тратиться и на карандаш для бровей потому что мне очень понравилось тени для век вот это мой секрет я просто всегда забываю вам его показать но я думаю что понятно насколько часто он у меня под рукой это однушка от мак я покупала ее феврале перед днем влюбленных были хорошие скидки надеюсь что в этом году они будут и я запасусь еще раз это их новая линейка ну как мягкие они мне очень сильно напоминают текстуру теней анастасии beverly hills и они так круто делают растушевку в кожу то есть для того чтобы сделать плавный переход от цвета к вашему естественному цвету кожи вот мне не подходят какие-то тауповые или типа нейтральные почему-то на мне это не работает чтобы было идеально и как только я купила эти тени они ко мне приехали думаю боже какие они сыплые куда я их вообще буду использовать но они на коже чуть темнее и вот когда я использую жидкие тени от люкс визаж не из категории люкса но тем не менее я хочу чтобы это был такой мягкий градиент или вот сегодня да я уже все сделала потом набираю чуть этих теней прохожусь и все все размыто как это возможно но они такие крутые если вы светленькая девочка если вам нужно что-то для прорисовки складки века если вы ищете что-то чтобы вот именно было максимально плавно если вы перфекционист макияже или просто утром просыпаетесь и нужно нарисовать складку века но была серой или рыжей и вы очень пледненькая попробуйте но здесь вот есть такая легкая теплинка но не персиковая в общем не знаю не могу не вспомнить потому что для меня это маст хэв в моем макияже также то что я показывала в прошлом году но максимально много пользовалась это мини глэм от наташи диноны мини палетка с очень удачными для меня оттенками теней здесь и матовые и сияющие также сатиновые такой оливковый она с одной стороны казалось бы нейтральная но здесь есть и тепло бронзовые мне очень нравится вот этот переходной оттенок сегодня эти тени у меня на глазах с еще одними тенями из большой палетки глэм люблю эти тени они мягкие у них хорошая пигментация хорошо тушуются и носятся в этом году я продолжала использовать супер базовую палетку таких нейтральных оттенков тоже наташи динона глэм только уже большая и в последнее время часто вот прибегаю к использованию этих теней они необычные немножко золотисто бронзово зеленоватые на моих глазах и все остальные конечно же тоже меня радовали если вы до сих пор не приобрели эту палетку и хотели еще раз услышать мое мнение то нет она меня не разочаровала вот знаете палетка без которой можно обойтись но если вам нужно что-то маленькое такое компактное и цветовая гамма вам подходит и при этом вы не гоняетесь за какой-то мега убийственной пигментацией хочется чтобы были самые необходимые цвета но только блин здесь нет темно-коричневого это шарлотт тилбери вот такая палетка с нюдовыми цветами не могу сказать что вот прям нет аналогов как минимум бренда пупа есть гораздо бюджетнее но за счет того что она небольшая и здесь есть зеркало я часто ее пользовалась и меня устраивает качество этих теней настаивать не буду вот пупу могу точно рекомендовать она называется мат что-то там напишу вам точно в инфобоксе но вот это просто у меня часто в косметичке у нас же настоящие фавориты я не могу вас обманывать пользовалась этого уже нет продажи но возможно когда-то шарлотт их вернет поэтому так два слова буквально эта палетка с такими попсами у шарлотт тилбери то есть это как топеры для век они не имеют в себе очень много именно цвета но они очень красиво переливаются если вы видите что-то необычно мерцающие на глазах особенно это красиво видно например при искусственном освещении был когда-то влог я сидела снимала машине и был шквал комментариев что это такое вот такая палетка от шарлотты помимо черного я использую все оттенки часто поверх любых матовых теней на центр века и все но бренда tom ford точно есть точно такие же тени топеры они затираются нужно прям сильно массировать вот эти рефилы чтобы побольше блесток набрать но вот несмотря на все эти танцы с бубнами ни один пигмент так красиво не сияет поэтому я использовала могу плеваться жаловаться на какие-то нюансы но это так красиво на веках хоть я и много раз их показывала но все равно это то чего не отлипают руки то что постоянно у меня обновляется я приобретаю эти средства самостоятельно и могу сказать что я не жалею потраченных денег потому что здесь необычный финиш необычная текстура это тинты для век armani и из категории сияющих и самых беспроблемных нанесений они для меня ну вот топ как говорится оттенок 11 это и серый и золотистый и немножко розовый он очень светлый и не все тени у меня красиво смотрятся на веках то есть есть те которые очень сильно ощущаются это неприятно есть те которые стягивают что касается вот таких стойких вещей у меня эти тени очень просто растушевываются они феноменально носятся они очень красиво переливаются при разном освещении и вот это сложно даже показать на свотчах но очень часто когда я накрашена этими средствами и всеми из видео вы интересуетесь что это такое то есть я не показываю зеленые тени какие-то фиолетовые но тем не менее это носибельные варианты на каждый день и все это быстро просто служит мне а не так что я еще должна что-то там придумывать чтобы это выглядело красиво и не отнимает у меня силы симпатичный оттенок 44 это как розовое золото летом так здорово выглядел на веках я помню что я его раз купила он оказался у мамы второй раз приобрела уже себе снова в косметичку туши для ресниц я вообще приверженец именно бюджетных тушей но так как глаза в последнее время у меня чувствительные из-за аллергии я вынуждена покупать люксовые потому что там именно такие формулы которые не раздражают и иногда поступают вопросы куда подевались твои ресницы почему они гораздо меньше почему они менее длинные дела в том что я их так сильно не прокрашиваю чаще всего я окрашиваю их в один слой по-быстрому я не хочу тратить на это время и моим глазам так легче поэтому никакого секрета здесь нет но меня вполне устраивает даже при видеосъемке которые съедают половину цвета и показывают всю текстуру кожи и всего остального меня устраивает только как это выглядит я не могу себе позволить не клеить ресницы не сильно их красить и вот люксовые туши не вызывают у меня дискомфорт и когда прям полная катастрофа с аллергией я вынуждена тратиться еще и на туши и новинка этого года я полюбила туши с классическими щетками я в шоке потому что я точно фанат силиконовых щеточек для ресниц в тушах но все-таки есть одна с силиконовой щеточкой первое к сожалению у меня уже только миниатюре у меня полноразмерная тушь armani ice to kill закончилась здесь вот такая большая щетка классическая и она так круто прокрашивает ресницы я даже не ожидала и туши у armani мега насыщенные они черные вот она как выложит ресницы она еще и придает объем не только удлиняет и все они так и лежат до конца дня и не осыпаются не размазываются и также последнее мое открытие вот бобби браун запрыгнули в последний вагон я делала большой заказ были скидки минус 20 процентов это smokey eye mascara классическая щеточка вот такая но она так здорово прокрашивает ресницы у корней что сразу появляются очертания глаза и объемы тоже придает длину и реснички очень легкие и пушистые с этой тушью не сыпется под глаза я могу только похвалить не размазывается и тоже в один слой я показывала вам в инстаграме у меня были такие ресницы вау и силиконовая щеточка у клиник chubby lash это тушь которая делает драму на глазах это уже эффект вау и она тоже не вызывает у меня раздражения ее можно наслоить и тогда будут ресницы как накладные когда мне хочется когда есть желание когда вот знаете более яркий макияж или хочется кукольный эффект тогда беру эту тушь chubby lash это конечно беспроигрышный вариант много лет тому назад покупала и вот снова вернулась к некоторым средствам клиники это до сих пор средства для губ первое это карандаш charlotte tilbury pillow talk еще раз повторюсь помада и карандаш это две разные истории карандаш красивый персиково-розовый он не рыжий он освежает он мягкий он кремовый он пигментированный можно все губы закрашивать но за такую цену я конечно обрисовываю только контур и в бюджетных фаворитах покажу вам помаду которую я часто использовала с этим карандашом она практически закончилась точно так же как и люксовая но для меня это было самое красивое такое с одной стороны заметное на лице потому что это не нюд но все равно умеренное такое очень носибельное сочетание под каждую одежду на каждый случай вот или pillow talk и бюджетная помада или pillow talk и armani я надеюсь что эти помады до сих пор продаются если нет то конечно armani еще одну классную линейку запустили но я купила эту помаду в номере 500 и я не могла нарадоваться это вельветовая текстура то есть она не матовая она с одной стороны застывает она долго носится но она не стягивает губы вот armani любят придумать такую формулу чтобы она была не такой как у всех ну хоть тресни вот и цвет конечно очень красивый я знаю что многие приобрели ее потом после моей рекомендации если бы я выходила второй раз замуж я бы накрасила себе вот эти средства на губы это было бы красиво и на фотографиях и в реальной жизни и уместно и вообще сейчас когда я вижу что я так подустала сияющий тон это помада ресницы все готово ну еще может румяна полный макияж но вот эти цвета и по отдельности и вместе это фантастика помада которая будоражит весь мой инстаграм я купила ее в конце лета но я так понимаю что эти цвета только появились в продаже в россии оттенок 558 это rouge dior ну то есть бренд dior жидкая матовая помада она вот такая она конечно стойкая и она выдержит там капучино какой-то легкий перекус и цвет гораздо красивее смотрится на губах когда он застынет то есть начинаешь красить такой невзрачный а потом хоп и magic очень такой выразительный глубокий нарядный ну и на каждый день я тоже ее ношу он такой как будто рябиновый то есть он и не красный и не бордовый вот что-то такое менее яркое но супер стильное бальзамчик с легким оттенком он увлажняющий он очень красиво выглядит на губах от бренда nars я втихаря его использовала практически целый год он вот уже здесь на дне оттенок fast lane их там есть несколько этот нежно пыльно розовый тоже и в пир и в мир и главное что это еще и уход за губами можно наносить без зеркала и когда этот бальзам окончательно закончится я побегу за новым запуск этого года armani lip power это очень такие кремовые помады здесь в составе есть несколько масел которые и ухаживают за губами и очень комфортно ощущаются и цветовая линейка роскошь потому что там есть разделение например только на нюдовые и они созданы таким образом чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий подтон то есть сразу несколько красных там есть и яркие и более такие спокойные нейтральные и темные и розовые и вот присмотритесь к ним потому что они необычные и при этом они еще и очень стойкие у меня сегодня целый день на губах помада в номере 502 она такая как бы кораллово розовая но все таки здесь больше наверное розового она очень пигментированная как и все остальные она не размазывается в течение дня нужно быть аккуратными с яркими то есть красные желательно использовать контур для губ но мне вот именно очень сильно нравятся нюдовые из этой линейки много использовала такой светлый нюд в номере 502 вот такой smokey eyes это конечно нечто в одном из видео я показывала вам несколько свочей на губах и номер 406 вот такой который я даже не знаю как можно описать потому что он и не бордовый и немножечко розового здесь есть супер благородный цвет который здорово смотрится с минимальным макияжем то есть он вот такой стильный еще одно открытие концовки этого года уже последняя в этом видео помада от bobby brown в очень красивом футляре оттенок move over много достойных средств у bobby brown мне стоит больше покопаться я уверена что я открою для себя больше всего интересного это такая классическая матовая помада когда я показала ее в инстаграме многие написали что это тоже ваша любимая линейка во первых она ложится очень тонким слоем на губы и цвет лиловый но он не настолько холодный без вот этой серинги знаете я сама использовала долгое время только такие помады в своем макияже но это вот такая и на каждый день и куда-то на выход и тоже для свадебных макияжей и она стойко держится если обрисовать контур то я в течение дня ее не поправляю при том что это классическая форма выпуска помады и она очень красиво выглядит сама по себе то есть как будто бархатная так хочется ее рассматривать имеет имеет очень-очень легкую отдушку чуть-чуть пахнет ванилью буквально милли-милли грамм это приятно использовать это приятно носить с собой где-то там в сумочке и сама текстура помады но имейте ввиду что это матовая помада то есть наносим ее или на уже ухоженные губы или в течение дня можно добавить что-то увлажняющее на этом мой большой гид по люксовой косметике по люксовым фаворитам этого года окончен ура я надеюсь что ролик был вам полезен не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень приятно а на этом пока-пока до новых встреч уже совсем скоро хороа приятного